и снова здравствуйте всем привет и так не стал я снимать процесс создания волка тем более в прошлом ролике показывал принцип тот же самый именно на как его называют на олени вот такая система давайте посмотрим как он бежит рассмотрим всю эту штуку вот такой у него бег вот так он будет выглядеть вдали сейчас он немножко тут подстраивает ну смысле как потому что вот текстура и серый фон на когда будет уже значит локация это должно сгладиться и быть уже нормальным так в чем тут фишка да давайте рассмотрим на каком здесь кадре посмотрим я сейчас бы медленно мотать и рассмотрим как здесь все устроено так погнали мотаем эту штуку и увидите что идет прогиб вот добавлен прогиб позвонка добавлен он за счет чего что я отделил значит шею отделил позвонок и у меня получается я теперь могу этими тремя частями более-менее руководить плавно значит задницу я если поворачиваю вот раз доворачиваю еще косточку одну вот оп у меня уже появился вот этот изгиб теперь здесь я могу уже играть вот этой косточкой раздвигать ее приближать если он допустим сгруппирован я могу чуть-чуть ее наводить к тазовой кости шея также если что-то происходит я ее могу немножко ужать и получается сжатие персонажа если делается цельный позвонок такого эффекта уже сделать нельзя вот такая вот штукенция дальше идем вот здесь у меня идет прогиб опять же добавил его и выравнивание персонажа поперли 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 и растяжение вот увидите на вот на двух кадрах на девятом и на десятом идет растяжение потом идет покой и уходит он на сужение об ведь или персонаж сужается позвонками так позиция нахождение значит самого персонажа это вот она полоса и получается в чем персонаж сделан именно без на месте для чего чтобы пускать его потом по пути если вы делаете анимацию уже вдоль ну как то тогда нужно будет персонажа передвигать 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 как я показывал в прошлых роликах значит скачиваем шкалу и возможно по шкале это все дело делаем самый простой вариант по шкале ссылку оставлю в описании и вот у нас все находится смотрите вот когда он бежит у нас получается куб на одном месте растяжение его добавляется сейчас вот на десятом кадре вот она идет да это для того чтобы на десятом кадре когда шея удлиняется позвоночник удлиняется чтобы чуть-чуть была задействована задняя часть иначе задняя часть находится на месте и как будто вперед уходит только брюшна и головная вот эта часть это не интересно это получается чуть-чуть значит ну койдова а так раз и все он уходит в покой и все нормально у него получается вот опять же по голове давайте посмотрим что у нас по голове рисуем полосу и рисуем вертикаль вот эту чтобы посмотреть как будет уходить персонаж значит по отношению значит тут это вот ориентира здесь у нас уровень пола погнали вот он идет идет вы видите что это реклама добьет что полоса держится на линии открытого рта раз 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 и когда идет повышение вот повышение вот уже на нижнюю часть выходит челюсти когда идет понижение сейчас будет понижение оп видите на верхнюю часть выходит челюсти вот эта полоса в принципе если вы делаете анимацию то вот это вот полосу полосы очень рисовать очень помогает чтобы понимать допустим раз вот здесь вот чуть-чуть уже лапа не докасается нужно ее немножко доиграть оп опускаем и перепропишем допустим а и прокрут все теперь лапа уходит здесь уже за счет того что 20 кадров в минуту стоит то большую часть здесь поработать как бы затруднительно это вот его основная поза которая при рендере не будет рендериться анимация начинается со второго значит кадра и 20 кадров будет рендер 21 кадр и второй кадр это один и тот же для чего он ставится для того чтобы мягкий был переход если его убрать вот этот кадр то получится рывок и при рендере потом когда будет стыковка этот рывок будет виден ну а так вот в принципе за счет как как бы происходит задержка и он мягко переходит значит в бег так что еще можно тут показать ровная полоса вот она проходит это значит полет чуть ниже 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 и сильной амплитуды не делается но допустим если его понизить ваш вот так ну можно но это уже будет через чур а вот именно чуть-чуть у него лапы все равно как бы напряжены и вот он толчок делает и вот он уже как бы облокачивается на локоть вот на это здесь уже идет у него упор вот на этой части все ниже уже не надо если ниже опускать его то получится этот локоть нужно задирать аж вот до сюда будет ломка в этой части тоже не есть гуд ну рисовать вот это вот тоже прикольная штука почему но очень помогает именно если вы делаете анимацию помогает именно держать вот этот ориентир я раньше так не делал но последнее время пришел к тому что вот это вот значит функция очень помогает глаз чтобы как сказать вот вот эта сетка она глазу не дает именно вот эти пляски и и вот это вот штука вроде бы как заметно и все нормально это смотрится и вот растяжение так все этот файл еще что я хотел показать для чего я вот сделал вот эту вот дополнительную значит позу в прошлых роликах я объяснял что когда вы делаете анимацию у вас получается вот допустим вы сделали так я сейчас вот это уберу так допустим убираю вот эти вот кадры длить и смотрите что получается вам нужно сделать дальше позу можно сделать первый вариант выбрать допустим те кости которые вам нужны вот все настройка глаз рта он был не задействован и чтобы глаза с языком с зубами не вышли вперед допустим если они на косточке у вас настроены лучше их не трогать нажимаем так n панель скрин к скей скрин к скей н панель к закрываем и нажимаем сочетание клавиш аль g аль т т т т т можно использовать вот такой способ и уже от этой модели плясать, значит, да, ее прописывать. Так, что еще? Можно просто перетягивать. Если вот эти кадры мы сейчас удалим, то получается, раз, вот мы четвертый кадр прописали, нам нужно дальше делать анимацию. Если мы сейчас начнем, значит, эти лапы передвигать в нужную позу, у нас может получиться ломка на каких-то, значит, деталях. Где-то перекрутилась кость не так, потом пойдет очень большая пляска. Мы просто берем вот этот первый кадр, английская А, делаем так, английская А, вот это я удалю пока. Выбираем вот этот кадр, делаем Shift-D копирование и ставим на любой кадр, который нам нужен, допустим, на восьмой. Так, вот с восьмого кадра мы теперь можем опять ставить персонажа в позу. Вот. И вы видите, что кости не перекручены. В принципе, все работает с голой модели. Мы можем здесь крутить ее как угодно. И у нас уже нет того геморроя, который был бы, если бы мы использовали продолжение, допустим, вот этого кадра. Вот. Тоже вот такой вариант. Так, следующий вариант. Короче, это как обзорник по персонажу. Теперь волки есть. Нужно еще сделать мне, значит, несколько волков, несколько волков, которые будут разного цвета. Так. На этом кадре. Нет. На этом. Что-то не хочет стирать. Ну, ладно. Не суть вопроса. Файл не будет сохранен. Так. Нужно сделать волка какого-нибудь коричневого, серого. Ну, чтобы они отмечали, чтобы не бежала одинаковая стая братьев и сестер. Да. Посижу, потом еще посмотрю, как можно, где найти текстуры других волков именно. Ну, вот это вот текстура более-менее еще как бы прикольная. Если найдется в интернете или есть у вас текстура какого-то волка, то, пожалуйста, киньте. Ну, в смысле, не, как его сказать, не развертка, а вот именно картинка, где он стоит боком, вид сверху, спереди. Вот такие мне нужны. Их очень трудно найти. Так. Ну, здесь вот хорошо морда раскрасана. Вообще, ну, прикольная такая раскраска. Так. Следом. Первый Don't Save. Хотелось бы еще давайте вот рассмотрим, как привязать вот эту шкуру. Я в прошлом ролике вам говорил, что когда разберусь, я вам покажу. Если кому-то интересно, конечно. Так. Мы переключаемся на первый кадр и у нас та же система, что и по привязке одежды. Если мы начинаем привязывать вот эту шкуру, эти полигоны через Shift, Ctrl, P, допустим, так, допустим, как его можно привязать? Допустим, Ctrl, J, да? То получается, вы видите, что не хочет он вот это все дело делать. Так. Что еще можно сделать? Можно привязать его допустим, персонаж к волосам, да? Ctrl, J. Вот опять же вы видите, что ничего такого не происходит, чтобы он привязался. Ctrl, Z, Ctrl, Z. Так. Если привязывать костям, то получится, наверное, Ctrl, P, White Automatic Widget, допустим, да? И такая же штукенция у нас. Хрень. Хрень, получается хрень. Значит, такой вариант. Выбираем шкуру, выбираем кости, Ctrl, P, White Automatic Widget, выбираем эту шкуру, заходим в модификатор и находим модификатор Data Transfer, нажимаем, выбираем тело нашего волка, Vertex Group и это все Apply. И вот теперь у нас шкура привязана. Не знаю, как, конечно, она будет рендериться, какой у нее будет именно вид, но вот такой есть способ. Так, теперь, что у нас есть? Так, еще по одному этому, по одной теме, да, выбираем нашего персонажа, добавляем ему шипки, плюс, базисный и плюс еще. Прибавляем его полностью, заходим в Sculpt Mode и делаем так, S, надуваем его. Так, теперь вот цепь сработал, прописался, заходим в Object Mode, выбираем нашу, вот эту шкуру, которая привязана. Так, сначала персонажа возвращаем в ноля, выбираем шкуру, вот этому персонажу и добавляем ему модификатор, Surface Deform. Нажимаем на нашего персонажа и бинт. Это для чего делается? Чтобы, когда будет персонажу привязана вот эта штука, волос, да, чтобы он когда бежал, с него не вылазили вот эти вот какие-то детали. Так, значит, что? Значит, что, что, что пошло не так. Волк подключен, Surface Deform, значит, возможно, вот к этой системе этот вариант не будет работать. Да, вот он, бинт, Tanger, Contents, Concord, Polygon. Вот, со шкурой, значит, привязка только Vertex Group, остальные не прокатывают. Ну, как вариант. Так, что должно получиться? Так, Open, значит, это у нас бег 2. Вот такой внешний вид, вы видите, что у волка невзрачный, без текстур, весь облеплен полигонами, вот такая у него натура. Ну, так он уже выглядит, когда все это дело преобразовано. и вот он бежит со шкурой, шкура вся привязана, все зашибись, все, она мотыляется вместе с волком, но, опять же, как это все будет рендериться, я еще не пробовал. Это уже будет потом. Так, опять же, нужно настройку света, какой-то локации, чтобы это как-то отражалось. Ну, для таких вот персонажей, как их называют, с вампирами, кто эти, леканы, оборотни, вот, такая шкура прям пойдет, плешивая. Тут вот что-то провалилось, что-то убежало, нужно все это дело как бы подтягивать, выравнивать, дополнять. Короче, способ хороший, но трудозатратный. Так, давайте посмотрим бег теперь оленя. Так, опа, стоп, олени, стоп, олень, бег. Так, вот у нас, значит, получается, как бегает олень. Вот. У него тоже стоит растяжение, такие у него движухи. И теперь, если брать бег по пути, оленя уводить вот так назад, а за ним пускать по разным сторонам волков. Или оленя пускать вперед, как будто он так бежит на камеру, но не так и ровно. Даже почки видны. Так, ладно. Вот олень бежит, а за ним волки, допустим. Ну, опять же, чтобы они как бы вот по пути бегали там чуть-чуть с изгибом, с поворотом. Ну, не так, что прям по прямой бегут тупо и все. Ну, хотя можно, если по снегу, по льду, допустим, через реку, там горы вдали, то пусть по прямой бегут, что им петлять. А если вот деревья находятся где-то в кустарнике, там уже, конечно, нужно немножко заворотов делать. Так, вот такой результат пока по персонажам. Теперь я займусь, значит, пока волками еще, сделаю хотя бы трех-четырех, ну, трех хватит волков с разной раскраской. Где-то будет белый какой-то, ну, не белый, там, серый, коричневый. пеги, ну, чтоб отличались хоть как-то. Можно использовать, если не найду более-менее нормальные текстуры, то пусть будет два черных и хотя бы два серых. Вот так шахматкой их поставить и будет нормально. Так, локацию я не буду делать, единственное, что в следующем ролике покажу, как все это дело привязать значит, кривым и бег по пути заанимировать. Все, всем пока, до свидания.